Я в последнее время погружаюсь в эти отзывы, мне всегда интересно, как люди воспринимают, как люди вас чувствуют. Видимо, знаете, как бутон раскрывается в своё время. У меня откликается. Ну, наверное, и стоит ещё посмотреть в какую-то другую сторону. Вот в этом я совершенно не убеждена. Я честно пыталась и давала себе какие-то зароки, временные рамки. Помни своё место, помни, что жизнь не бесконечна, помни, что молодость уйдёт. Думая об этом, вот из-за этих жалких крох у меня как-то сплёлся немножко некий характер. Моё представление об этой женщине. Театр должен будить душу, сердце, ассоциации и эмоции. Такое творческое кредо замечательной драматической актрисе, которая более четверти века предана одному театру и одному режиссёру. Напротив меня заслуженная артистка России, актриса театра и кино Наталья Суркова. Наталья, здравствуйте. Огромное вам спасибо за то, что вы к нам приехали. Здравствуйте. Вы знаете, я о вас прочитала огромное количество отзывов. Я в последнее время погружаюсь в эти отзывы. Мне всегда интересно, как люди воспринимают, как люди вас чувствуют. Я нашла один, который очень сильно у меня откликается. О вас говорят. Эта актриса поцелована Богом с рождения. И в каждом её слове ощущается сила, глубина и невероятное уважение к профессии. Вот это меня заинтересовало. Мне интересно, в вас это бережное отношение к ремеслу актёрскому, оно аккумулировалось уже с самого детства? Или оно так постепенно приходило уже в училище с постижением театральной науки? Насчёт поцелованности детства. Вот в этом я совершенно не убеждена. Скорее всего, даже нет. Возможно, там и были какие-то задатки, но я была совершенно таким среднестатистическим ребёнком, ничем не выделявшимся, не плещущая никакими талантами в детстве особенными. Я вот этого не помню. А как же артистизм? А как же представление в пять лет? Ну, не было у меня этих представлений. Они стали рождаться позже. Я, скажем, в школе пыталась делать какие-то постановки, что-то там. Мне это было интересно. Я очень любила сказки. Нечто такое, знаете, мифическое, сказочное, прекрасное. Считаю, что в театральное училище меня занёс случай. Но сейчас-то я понимаю, что случай – это некая закономерность, которую ты не ждёшь, и поэтому считаешь её за случай. В училище тоже не могу сказать, что я как-то была какой-то студенткой, которая подавала большие надежды. Я говорю, нет, не думаю, даже у меня была педагога, которая сказала, ну, ты красивая, ты будешь, конечно, в театре ходить, там где-нибудь на задних планах, в костюмах. Меня тогда это потрясло, потому что не пророчили мне большой карьеры. И как-то, видимо, знаете, как бутон раскрывается в своё время, когда он готов созреть, или, скажем, там, яблоко, которое постепенно созревает, я думаю, что у меня был некий такой процесс. То есть ничего не предвещало. Вдруг эта энергия, она аккумулировалась, аккумулировалась, и этот аккумулятор в один момент, он, видимо, как-то сработал. Но, естественно, то, что меня взяли работать тогда в Ленинградский театр, пусть он и был маленький, начинающий, и непонятно, что бы из этого получилось, это всё это для меня на сегодняшний момент вот такое чудо, которое в один момент созрело. То есть очень долгий был процесс этого созревания. А что помогло сохранить бережное отношение? Вот не озлобиться на эту профессию, да? Потому что, ну, когда не хвалят, от тебя особо ничего не ждут. Ну, наверное, и стоит ещё посмотреть в какую-то другую сторону, да? Я понимаю. И я даже пыталась смотреть в разные стороны. Но что-то, видимо, какие-то мои ангелы-хранители, они мне не давали такой возможности. Я только туда отойду в какую-нибудь сторону. Они меня... Раз, опять. Вы знаете, я оказалась тогда в городе Ленинграде совершенно одна, без родственников. Вот тоже какой-то случай. У меня не было родных, которым я могла бы пожаловаться. И всё, в общем, как-то вот складывалось. Что мне пришлось собраться с мыслями и начинать понимать, как я живу, как я работаю. У меня не было выхода какого-то. Знаете, у меня не было никакой возможности куда-то ещё вот выйти. То есть не было человека, который бы сказал, да перестань, да давай вот попробуем. Я честно пыталась. И давала себе какие-то зароки, временные рамки. Но ты головой можешь думать всё, что угодно. А действительность, она на самом деле самый, в общем, реальный судья, что ли, времени. Вот действительность, которая тебя на сегодняшний момент держит и завтра будет держать. Были 90-е годы, конец 80-х, очень сложное время. И вот так сложилось. Очень это всё шло, знаете, как-то вот как река прокладывает себе ландшафт. Вот и у меня так примерно было. Вы в профессии с 19 лет. Ну, в театре, да. В театре. За это время вообще, ну, психологи особенно уверены, за это время любая работа может изрядно поднадоесть. Да. Может превратиться в рутину и не давать необходимого ресурса. Как и почему у актёров это по-другому, у вас в частности, почему это по-другому? Что помогает дело жизни не превращать в обыденный процесс? Я думаю, что это должна быть работа над собой. Я думаю, что это должно быть размышление о жизни, о профессии обязательно. Должно быть понимание того, что да, бывает и рутина, бывают и невзгоды. И должно быть понимание того, а как рутину сделать в то, чтобы превратить в то, чтобы она не была рутиной. Чтобы это было каждый день что-то новое, что-то неизведанное. Понимаете, ведь у меня такая работа, особенно, скажем, работа в театре. Если в кино мы снимаем фильм, фильм смонтирован, премьера состоялась, и ты ничего не можешь там изменить. То есть это на века. Пока сохранится фильм, это будет на века. В театре ничего подобного же нет. Каждый день ты приходишь, каждый день у тебя в зале новые зрители, каждый день ты должна начинать всё сначала. Не бывает такого. Знаете, я вот буквально вчера смотрела фильм с замечательным оперным певцом. Сводилось всё к тому, что наше искусство не бывает навсегда. Ты каждый раз берёшь первую ноту. И ты должен её петь. Знаете, премьера, она не является результатом. Она является только началом. Дальше каждый спектакль ты начинаешь с нуля. И вообще надо отметить, что весь прошедший год нам всем очень наглядно и здорово показал, насколько огромен масштаб неподвластного нам. И всё, что нам, людям, оставалось, по сути, принять, смириться и научиться жить вот в этих новых предлагаемых обстоятельствах. Когда ещё в жизни, если сейчас можно сходу вспомнить, вы испытывали эти уроки смирения, принятия и принятия, я имею в виду, абсолютного божественного промысла? То есть то, что от вас точно не зависит никак. Ну, это случилось со мной довольно рано. Ну, скажем, там, лет 17 я понимала, что что-то происходит. А уроки смирения, они у меня часто случались. И я понимала, что мне нужно это принять. То есть уроки были разные. Бывало. Со мной такое было не один раз. А по поводу того, что с нами случилось за последний год, знаете, мне кажется, человечество немножко забылось. Я говорю вообще о человечестве в большинстве своём, скажем, о цивилизованных странах, как это принято говорить, о развитых странах. И мы немножко, люди, привыкли к прекрасному образу жизни и стали считать, что это нам всё подвластно. И это некий урок, который нам говорит, помни своё место. Помни, что жизнь не бесконечна. Помни, что молодость уйдёт. Думай об этом. Я думаю, что это очень серьёзный урок для нашей философии, для нашей психологии, для нашей природы. Особенно, вот знаете, меня поразили молодые люди. У меня дочь молодая, и я смотрела за их поколением. Для них это было первое серьёзное испытание такое, вселенского масштаба. Если у меня, скажем, были 90-е годы, когда нужно было буквально выживать, то у них сейчас это вот, это то, что называется их фронт. И они, конечно, были часто растеряны, потому что, слава богу, наши дети всё-таки не голодали относительно. Но вот было для них таким испытанием. Любой актёр – это наблюдатель. Да. По сути своей. Вы можете назвать себя наблюдателем? Любите ли вы наблюдать? И что вас до сих пор восхищает в людях? Я наблюдаю за людьми. Я не могу сказать, что я люблю, но это, видимо, в силу профессии. Потому что, когда я училась в театральном училище, нам говорили, актёр должен быть наблюдательным. Актёр должен наблюдать за людьми. Я никак этого не понимала. Я что, приду, вот так сяду и буду наблюдать за человеком? И что это? У нас даже были истории, когда такие очень обязательные студенты ходили на вокзал, садились и наблюдали. И даже кто-то делал этюд на эту тему, что в конечном итоге подошёл к нему милиционер и сказал, а что это вы тут, значит, наблюдаете? Да. Потому что люди, когда увидели, что человек сидит и наблюдает, и его восприняли, что он просто думает, у кого чемодан, наверное, умыкнуть. Я этого не понимала. Что это значит? Я буду наблюдать. А сейчас я ловлю всё на том, что я частенько в поезде, скажем, вот так тихонько. Я очень люблю солнцезащитные очки, потому что не видно глаз, и ты не смотришь. Но это не от того, что я ищу себе объект, а от того, что мой глаз падает на некий интересный объект. Что человек думает? Как он себя ведёт? Почему он так выглядит? И так далее. Я думаю, что это просто действительно в силу профессии. Потому что я потом это перекладываю на неких своих героев, для того, чтобы они получились более правдоподобными и более цельными. Что мне нравится? Вы знаете, мне всегда в людях нравится настоящесть. Мне всегда в людях, и я считаю, что в людях, у большинства людей есть такие черты, когда они способны на героизм какой-то. Героизм в разных пониманиях слова. Перевезти бабушку через дорогу. Вдруг остановиться на две минуты, потерять своё время, куда ты бежишь и помочь человеку. Или, скажем, тема материнства. Это же материнство, это сейчас, я понимаю, героизм своего рода. Или тема, скажем, какого-то профессионального подвига. То есть для меня это всегда интересно. Интересно, ещё такая черта, мне очень нравится черта, когда человек, как птица-феникс, может вот из пепла восстать. Не поставить на себе крест навсегда, а сказать, что-то в моей жизни не так, что. Давай разберёмся, пусть он скажет сам себе. И он должен понять, почему. И вот это состояние я видела, я встречала таких людей, когда, казалось бы, пошла карьера на спад, или там душевное состояние, когда человек способен возродиться. Меня это восхищает. И мне кажется, вы немного о себе говорите сейчас. Ну я стараюсь, я пытаюсь. По поводу вашего эксперимента, на который не согласны очень многие российские звёзды. Я не беру мировой кинематограф, потому что, как ни крути, там это уже тропинка проторенная. Вы в своё время, работая над военной драмой «Свои», Дмитрия Месхева, поправились на 24 килограмма, рассказываю, для зрителей, для наших. Плюс ко всему переехали в деревню для творческого самопознания, для того, чтобы как раз понаблюдать, уловить этот местный быт. Что вам эта роль рассказала о себе в итоге? Начнём с того, что я в кино стала сниматься довольно поздно. Я стала сниматься в кино, так, по большому счёту, где-то лет после 30-ти хорошо. У вас был перерыв там огромный. Нет, перерыв. Ну как, в 90-х ничего не снималось. У меня была одна работа, убортка улицы разбитых фонарей. Там был такой страховочный вариант, по-моему, это назвалось серия. И меня до сих пор частенько помнят по роли директора Бани. И ничего не снималось, что для актрисы молодой, в общем, такой самый конфетно-букетный период для профессии, он был потерян, по большому счёту. У меня был театр, а кино не было. И меня пригласили и утвердили, к моему изумлению, на роль гадалки Жана в «Линии судьбы» к режиссёру Месхиеву. И после, значит, этого сериала был фильм «Свои», который Дмитрий Месхиев запускал. И кастинг-директор Лариса Сергеева, она сказала тому же Дмитрию, что обрати внимание на эту роль, посмотри на Суркову. На что он сказал, что нет, она не подходит мне на эту роль, мне нужна такая дородная артистка, чтобы она была в теле, чтобы она была такая вот мясистая прям. Меня вызвали в конечном итоге на пробы и сказали, ты знаешь, Наташ, вот сказал мне режиссёр, не обижайся, но если ты не потолстеешь, я не возьму тебя на эту роль. И я могла бы, конечно, сказать, как вы можете, я не буду, не позволю. И я пошла домой, я пошла думать. И я подумала, и что-то внутри меня сказала, ешь, ешь, тебе это надо. И я потолстела, потому что у меня вообще было такое воспитание профессиональное. Я считаю, что актриса, актёр, если соглашаются на определённую роль, они должны понимать, на что они идут. Они должны понимать, что они должны здесь сыграть. Если они берутся за роль, ай, плевать, лишь бы мне заплатили гонорар, это недостойно уважения. Ты должна понимать, на что ты идёшь. Ты должна понимать задачу режиссёра. И я поняла, что если ему нужна такая актриса, и я могу это сыграть только вот с этим условием, а мне очень хотелось сыграть эту роль, мне очень хотелось сыграть эту тему, я пошла поправляться. Я пошла поправляться, и режиссёр потребовал... Через месяц я явилась пред его очей уже такая. Я помню его лицо. Он был в неком просто хорошем шоке. Он сказал, ну, прекрасно, давай поезжай в деревню, учись вести хозяйство. И я взяла свою маленькую тогда дочь, ну, сколько ей лет? Десять, наверное, было. У неё были каникулы, у меня был отпуск. Мы уехали в деревню. Мы сидели месяц, я училась даять корову, я училась это сено ворошить, метать и так далее. То есть я делала всё, что делали деревенские жители. Я считаю, что это работало на фильм. Именно поэтому по прошествии стольких лет мы с вами сейчас об этом фильме говорим. Я говорю не только о себе, я говорю о всех актёрах, которые там были. У меня есть спектакль, который я играю уже 22 года, уму непостижимо, «Косатка». Он мне подарил эту роль и вторую молодость, и третью. Конечно, придёт момент, когда спектакль, либо актёр будет поменен, либо спектакль уйдёт в историю. Но этот спектакль очень сильно, эта роль меня изменила, очень на меня влияла. И не только на меня. Я, например, знаю одну историю, когда пришли гости, их было там зритель, человек шесть, они пошли в такой компании, и потом мне это рассказывали постфактум. И мужчина и женщина в этой компании были в состоянии развода муж с женой. И после этого спектакля у них началась новая совместная счастливая семейная жизнь. А как вас это ещё изменило? Вот эта история меня никак не изменила. Сама роль. Сама роль. Ну, во-первых, она меня заставляет держаться в какой-то физической форме. Во-вторых, она меня заставляет быть бодрой, лёгкой, энергичной. Она меня неким образом культивирует, что ли. Потому что она романтичная. Она заставляет меня быть романтичной. Это всё работает на меня, как на актрису. Люди, которые видят вас на экране, ассоциируют вас, безусловно, с образами железных женщин. Люди, которые знают вас в жизни, подтверждают, что вы совершенно другой человек. Вы снимались у Михалкова в трёх картинах. Вы до сих пор перед ним рабеете? Да. Знаете, с Михалковым такая история. Я в юности, когда училась в театральном училище, я поступила туда, мне было 15 лет. Сами понимаете, что это, в общем, детство. Я, конечно, была восхищена его фильмами. Скажем, «Неоконченная пьеса для механического пианино». Я смотрела его, наверное, за всю жизнь раз 12, мне так кажется. Я видела фильм «Раба любви», который пересмотрела не так давно. Я потрясена. Я сейчас вижу какие-то вещи, которые в ранней юности я не могла с такой глубиной понять. Сейчас я это понимаю. Вот это его искусство. Знаете, вот искусство, вот смотришь фильм, и ты забываешь. Ты сидишь, и тебя уводят. И ты, когда конец написан, ты так, ой, как будто просыпаешься. Вот это для меня самое главное, как для зрителя, когда меня обманывают. Ведь искусство – это великий прекрасный обман. Хорошо, когда он прекрасный. Когда тебя уводят в некие дали, когда ты вдруг состояние героя накладываешь на себя, ты что-то для себя понимаешь по отношению к людям, по отношению к родителям, по отношению к детям. А когда ты просыпаешься, думаю, а как я сижу здесь, взрослая женщина, как им удалось меня так вот прекрасно обмануть. Так вот, фильм о Михалкове для меня примерно из этой серии. Вот эта вот его аура, вот этого кинематографа, она, конечно, на меня в свое время произвела очень сильное впечатление. И когда он пригласил меня сам, позвонил мне, что для меня было, ой, помогите. Конечно, когда я приехала на площадку, для меня это было очень сильно... Понимаете, груз вот этого восприятия моего, он, конечно, висел за моими плечами. И когда я его увидела, я, конечно, для меня это было... Мне просто с Олимпа спустился Бог. И я хочу сказать, что мои, в общем, ожидания оправданы были. Потому что у нас, например, была с ним история, когда я сидела за его креслом две недели подряд, потому что мы каждый день приезжали на съемочную площадку, и нам нужно, чтобы было солнце, чтобы была пыль, чтобы была жара, а лил дождь, как из ведра. Мы каждый день выезжали на площадку, мы сидели, мы ждали этот дождь. Операторы стояли, смотрели, говорят, просвета нет. Группа работала, и мы сидели, естественно, мы разговаривали о жизни, об искусстве, о роли художника, так сказать. То есть я, конечно, была очарованная. И я вот не видела его, ну, скажем, там, года три, наверное, но я знаю, что есть такой прекрасный человек, с которым мне интересно. Немного хочется о ваших киношных образах поговорить. Любой человек, если ему сказать Наталья Суркова, сразу ассоциирует вас, как минимум, с тремя хрестоматинами, как мы называем, да, образами. Это роль Елизаветы Петровны, роль Екатерины Второй, и многие люди здесь делятся во мнении, да, но я, например, выделила бы Просковье Федоровне, жена Григория Распутина. Если с первыми двумя героинями нам все понятно, их образы увековечены в истории, как прорабатывался образ жены Распутина? Как вы его собирали по крупицам? По крупицам. Скажем так, я считаю, что когда берется в работу некий исторический персонаж, нужно соблюсти некие правила, нужно подойти со всем уважением к тому персонажу, который выпал на твою долю. Скажем, Екатерина Вторая. Про Екатерину Вторую я читала, мне кажется, месяц. Я читала ее мемуары, я читала мемуары ее современников, я читала исторические исследования о ней, о ней очень много написано. Когда коснулась Елизаветы, оказалось, что Елизавете, несмотря на то, что это исторический персонаж, написано не так много, как и Екатерине. Другое было время, меньше писали, другие были задачи, никто не думал, что Елизавета станет императрицей. И, конечно, я читала о ней все, что я могла найти, я имею в виду современников. она не писала о себе ничего. И это уже было гораздо меньше информации, но я понимала, какое она, некое представление я составила. Когда коснулась роли жены Распутина, тут я растерялась совсем, потому что я ничего не нашла. В конечном итоге я нашла такие крупицы, крупицы, и меня совершенно потрясло, что эта женщина вынесла за свою жизнь. Мы, мало кто знает о том, что когда убили Распутина, она продолжала жить, естественно. Случилась революция, и она вместе с детьми была выслана, именно потому что она была женой Распутина, и она все это выдержала, и она умерла уже там в дороге, вот куда ее высылали. Какова сила должна быть внутренняя у этой женщины, на долю которой выпали такие серьезные испытания? Я думаю, что у нее представление о собственной жизни было каким-то иным, наверное, она была крестьянкой, это был некий другой уклад, другое понимание семьи, и какова была реальность, с которой она столкнулась. Муж ушел там, и что-то он, значит, глобальное в истории делал, она растила детей, и после этого она приняла свой крест, и, значит, ее куда-то повезли, значит, в тюремном вагоне. Вот из этих жалких крох у меня как-то сплелся немножко некий характер, мое представление об этой женщине. Вот, в общем-то, и все. Как работа над этим сериалом изменила ваше отношение к одной из самых загадочных фигур в отечественной истории? И для вас Распутин вообще? Вы же тоже изучали, явно вы тоже читали. Да, конечно, я читала, но я не имею полного представления. Для меня это все равно загадка, что это было. То есть, когда я училась в школе, мне говорили, что Распутин это омерзительно плохо. Я думаю, что это было не самый, наверное, был приятный человек, но вместе с тем в нем существует какая-то загадка, которую разгадать, видимо, нам не удастся уже никогда. Ведь есть же какие-то документальные подтверждения того, что он людям помогал, что он лечил, вместе с тем вел вот такой вот образ жизни. Ответа у меня нет. Это сострадание в нас это черта и настройка, такая опция, знаете, изначальная, или это то, что можно воспитать или привить ребенку? Я думаю, что это нечто изначальное. Я думаю, что заложено. Другое дело, что вот вы правильно говорите, привите ребенка, ведь ребенок тоже растет в определенной среде, и у него, скорее всего, заложена эта тема сострадания, но если он видит, как его родители относятся к жизни, скорее всего, он будет это перекладывать в дальнейшем и на себя, и эту тему сострадания, эту черту он может закрыть. Почему, например, я считаю, что если никаких медицинских показаний нет, то ребенку обязательно нужно животное в доме, какое-то, понимаете, птичка, котенок, это естественное развитие, это понимание, так сказать, живого организма. Не знаю, мне кажется, что я думаю, что это заложено в человеке. Другое дело, что как это разовьется потом, это уже тема вечная, долгая. Вокруг нас жизнь, вокруг нас люди, и что мы от них заберем по дороге. Нам каждому есть за что благодарить Бога ежедневно, но если бы можно было выбрать сейчас что-то одно, то за что больше всего в жизни вы ему благодарны? У меня много есть за что благодарить. Я вас не буду ограничивать. За что? Знаете, во-первых, я благодарю Бога за родителей, за профессию, за дочь, за то, что так сложилось, что я встретилась с такими потрясающими людьми в жизни, которых я встречала очень много, начидают педагогов, и надеюсь, и не буду заканчивать, хочу еще много встретить людей, за то, что у меня была такая интересная жизнь, и надеюсь, дальше она будет еще интереснее. Я много видела, я много ездила, я... у меня интересная работа, я живу в прекрасное время, когда можно быть самостоятельной, открытой, тот же социум над тобой не властвует, что нет, ты должна держать себя в каких-то рамках. Я вообще считаю, что женщина сейчас живет как просто в самое лучшее время. Она может быть самостоятельной, она может быть прекрасной, она может распоряжаться своей жизнью, она может исправлять свои ошибки. Я считаю, что это великолепное время, вот это вот дано нам. Поэтому мне за очень многое есть, за что Бога благодарить, и я не устаю это делать. Спасибо вам огромное. Спасибо. Спасибо за эту встречу, я желаю вам прекрасных ролей, вот той интересной жизни, о которой вы говорите, и здоровья для того, чтобы все это испытать. Спасибо. Я буду просить. Спасибо. Спасибо.